В прямом эфире седьмого канала новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. Сильнейший снегопад вызвал ступор на всех дорогах города. До сих пор водители самостоятельно пытаются разобраться с ситуацией на дороге. Подробности в нашем сюжете. Вот так началось сегодня утро многих водителей. Из-за рекордного количества осадков движение в городе оказалось полностью парализованным. Люди стали заложниками стихии. Многие шли пешком через весь город. А замерзшие водители оставляли свои машины прямо на дороге. Нужно готовиться заранее. Если зима пришла, у нас же, как обычно, неожиданно все происходит. Нужно заранее готовиться. Первое, чтобы машины были, чтобы снегоуборочный весь этот вод был готов. Транспорт, трактора в первую очередь. Стихийные бедствия объединило одесситов. Некоторые провели на улице почти целую ночь. Поили людей чаем и приглашали на ночлег. Куча людей приводили, которые уже не могли просто идти. Давали чай людям, согреться возможность. Очень сложно. И практически из-за того, что люди покидали много машин, трудно, тяжело почистить улицы. Из-за этого все. Конечно, можно друг друга понять, но в эту минуту нужно все-таки больше быть добросердечными людьми. Водители негодуют от бездействия коммунальных служб. О снегопаде было известно за сутки. Тем не менее, действия предприняты не были. Одесситов оставили на произвол судьбы. Мы очень недовольны нашей властью. Какая бы она ни была хорошая, и какую бы власть ни выбирали, нет результата. Вы видите, нет динамики. О чем можно говорить? Коммунальные службы должны выйти на улицу. Я пока машины чищенщик не видел здесь. Они не то, что справляются, они вообще не работают. Расчистка улиц началась только сегодня. Движение общественного транспорта по-прежнему затруднено. Похоже, сегодня одесситам придется повторить вчерашний пешеходный марафон. Анна Грынев, Олеся Повар, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. Тяжелее всего стихию переживают старики и беременные. Если первые еще могут пересидеть непогоду дома, то вторым порой ждать некогда. За прошедшие сутки по дороге в роддом родилось несколько деток. Из-за сугробов скорая помощь не могла добраться до рожениц. Им помогали волонтеры. Все родились здоровыми и закаленными. Подробности у Татьяны Милинко. Это был обычный день. Оксана и не собиралась никуда идти. Но тут начались схватки. Женщина вызвала скорую помощь. Те не приезжали час-два. На третий час муж Оксаны написал статус на фейсбуке с просьбой помочь и довезти женщину в роддом. Откликнулись сотрудники 7 канала. Она уже стояла, собранная с сумками, со всеми делами, около магазина. И внизу ждала нас. Потому что там все стояло. Там вообще не пройти, не проехать. И вот два мужика под руки ее до машины довели. Женщину доставили вовремя. Экстренно ее принял первый роддом. У нее уже есть семеро деток. Вот-вот родится восьмой. Долгожданного мальчика Оксана теперь ждет в безопасности, в теплой палате. Ребята молодцы, потрудились в наше время. Добраться до роддома успели не все. Некоторые рожали прямо в дороге. Принять роды в машине посчастливилось активистам Автомайдана. Они дежурили всю ночь напролет, подобрали по дороге роженицу. И ребенок решил появиться на свет прямо среди сугробов. Начались роды, они приняли эти роды в машине. Родилась девочка. Такой случай был не один. Еще несколько детей родились в дороге. Все они доставлены в роддома, все живы и здоровы. И наслаждаются мамиными объятиями. Сотрудники роддомов говорят все потому, что чужие люди не остались равнодушными и помогли вовремя. Вот в этом проявляется наша любовь друг к другу. И, наверное, это самый главный критерий, к которому мы должны прийти. Потому что только таким образом мы можем создать то государство, к которому мы стремимся. Татьяна Милемко, Валентин Мирза, Седьмой канал. Около полутора тысяч сотрудников строительной компании Кадор Групп на протяжении суток помогают одесситам бороться с последствиями непогоды. Всю ночь и сегодняшний день работники компании расчищали снег с проезжей части города. Также Кадор Групп задействовала несколько десятков специализированной техники, с помощью которой доставали машины из сугробов. Работники компании освободили от снежных заносов и пешеходной дорожки. Тем самым помогли одесситам добраться до своих домов. Также отметим, что генеральный директор компании Кадор Групп Руслан Киван лично убирал снег на улице Генуэзской и Гагаринском плато. Сотрудники Кадор Групп не на камеру говорят, когда в Одессе стихийное бедствие и людям нужна помощь, то они готовы работать и помогать. Ведь главное в любой жизненной ситуации оставаться людьми. Из-за транспортного коллапса в одесские магазины не довозят хлеб. Журналисты Седьмого канала побывали на втором хлебзаводе. Оттуда не могут выехать грузовики. С трех часов ночи водители успели сделать по одной-две ходки. Некоторые даже не возвращаются. В соседний магазин свежие батоны несут в руках огромными пакетами. Хлеб сегодня дефицит. Горожане скупают обычный обеденный по 5-10 буханок. И у вас сегодня завоза хлеба не было? У нас завоза хлеба не было. Я третий раз несу хлеб. Третий раз? Третий. А далеко мы идти? Ну, мы вот в магазин Виола на углу. Свечки вроде как спокойно, а хлеб, ажиотаж. Те, которые дальше там машины не доезжают пока что. Пытаемся, пытаемся. Пытаемся. С утра вот по 4-5 часов до точки доезжаем, по 6. Если бы не маленькие машины, тогда можно было. Мы-то движемся, машина идет. А так вот, закуда. В связи с сильным снегопадом и гололедом одесситам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при перемещении по улицам города во избежание падений и травм. Накануне в городские травматологические пункты с различными травмами, полученными на улице, обратилось 110 человек. Из них 4 человека были госпитализированы в стационар. Остальным была оказана амбулаторная помощь в травмпунктах. Ну а я напомню, что в Одессе травматологические пункты работают круглосуточно по следующим адресам. Городская клиническая больница номер 3 – это Лидерсовский бульвар 11, городская поликлиника номер 1, улица Болгарская 38, городская больница номер 11, улица Академика Воробьева 5 и городская поликлиника номер 29, проспект Добровольского 100. В нашу редакцию на протяжении дня регулярно поступают звонки от жителей города. Одесситы жалуются на отсутствие света в их домах. Более того, на улице Люздорская дорога 146, дробь 2 из-за перепадов напряжения произошло возгорание. Местные жители пытались самостоятельно потушить пожар. За помощью одесситы обращались в Облэнерго. Там либо не берут трубку, либо обещают свет уже в новом году. Подобная ситуация в районе 7-й станции Большого Фонтана. Диспетчеры Облэнерго жителям этого микрорайона с иронией предлагают встретить 2015 год без электроснабжения. Наши попытки дозвониться в Облэнерго также не увенчались успехом. В то же время около 70 недовольных одесситов перекрыли одну из немногих расчищенных транспортных магистралей Одессы – улицу Краснова. Люди требуют восстановить электроснабжение их домов, которого нет уже более суток. В результате на данном участке образовалась большая пробка. По сообщению МЧС, в результате непогоды в Одесской области обесточено 177 населенных пунктов. В 20 из них электроэнергия частично восстановлена. В ремонтных работах задействованы 84 бригады, 93 единицы техники. Сотрудники ГСЧС, службы автодорог, госавтоинспекции, военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают бороться с последствиями экстремального снегопада в Одесской области. За минувшие сутки из снежного плена освободили 729 единиц техники, 64 автобуса, 130 грузовых и 531 легковой автомобиль, а также 4 кареты скорой помощи. Помощь получили 2706 человек, в том числе 265 детей. В селах Роксолана и Петродолини Авидиопольского района, Широкой Балки, Червоный Переселенец, Маяки и Выгоде Беляевского района, Вопнярки и Кошары Коминтерновского района развернуты пункты обогрева. Полное движение трамваев и троллейбусов в Одессе все еще не восстановлено. До сих пор многие пути блокированы автомобилями. С поселка Котовского сегодня уже работает 120, 190, 242, 232 до Маловского, пока там не проезжаемый участок, 146, 145 и 121. Хочу сказать объективности ради, это количество 40% от выпуска, которое сегодня должно быть на маршрутах. Даировское направление, 150, 175, 185, 149, 220 и 221, всего 6 единиц, потому что все остальные в Черноморке застряли вчера под снежными заносами. 203, Шевченко до цементного завода. То есть как бы по принципу тому, что можно сегодня с наших спальных районов доехать. Но движение, как вы все это видите, значительно затруднено. Ну и к другим темам. В Одесской области в охране общественного порядка в праздничные дни будут задействованы около 2,5 тысяч работников милиции. Только в Одессе на улицы выйдут более тысячи правоохранителей. Отмечу, что уже сейчас милицейские наряды отрабатывают места массового скопления людей, а также места торговли хвойными деревьями и пиротехническими изделиями. В первую очередь на обеспечение порядка в городе выйдут струдники полка патрульной службы, струдники управления государственной службы охраны, батальон милиции специального назначения, струдники аппарата главного управления, струдники аппарата городского управления. Не надо паниковать, милиция работает. Правоохранители Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась сбытом наркотиков. Злоумышленники распространяли психотропные вещества среди наркозависимых по средней цене 200 гривен за одну дозу. Группа состояла из четырех человек, каждый из которых выполнял свою преступную функцию. При проведении санкционированного обыска по месту их проживания правоохранители обнаружили и изъяли 10 граммов концентрата ПВП, что составляет около 150 доз, а также 25 пакетов уже с расфасованными для продажи психотропными средствами. Сотрудниками Одесской милиции при активном участии сотрудников прокуратуры Киевского района города Одессы была ликвидирована преступная группа с признаками организованности, которая на территории города Одессы продолжительный период времени занималась сбытом так называемых спайсов. Изъяты радиоэлектронные средства, которые использовались непосредственно при сбытии наркотиков. Изъято большое количество концентрата особо опасного психотропного вещества ПВП. Александр Довженко «Одесский рассвет». Короткометражный фильм с таким названием презентовали на Одесской киностудии. Так завершили год 120-летие мастера и отметили Международный день кино. О мировом опыте и далеко идущих планах одесского кинематографа в нашем следующем сюжете. Документальная лента, рассказывающая о первых режиссерских шагах Александра Довженко, создавалась на Одесской киностудии, где еще сохранились вещи, которых касался мастер. Именно на этой камере и были сняты первые фильмы Довженко вот тут у нас в Одессе. А этими кадрами начиналось мировое кино от братьев Люмьер. Но некоторые историки считают, что корни начала киноиндустрии принадлежат Одессе. Просто идею своевременно не запатентовали. Южная Пальмира, правда, потом все же заняла свое почетное место на кинематографическом Олимпе. А сегодня современные мастера уже создают на Одесской киностудии ленты о своих именитых коллегах прошлого века. Уявим, как 1926-го, когда вся Одесса еще пробовала теплый Бесарамский виноград, ее улицами в напрямку до Черного моря простував щойно прибыл и до места молодой человек. Александр Довженко работал в Одессе, когда она напоминала почти настоящий Голливуд. Сейчас одесская киностудия возрождает свою кинематографическую славу. Киностудия не простаивает. Даже в это сложное время мы снимаем кино. В пятом павильоне одесской киностудии снимается достаточно большой проект. 250 серий мы снимаем совместно с компанией «Киев Телефи». Режиссер Константин Коновалов напоминает, что украинское кино родилось в Одессе. Оно родилось в Одессе и развивалось в Одессе. Весь украинский кинематограф, который дал, допустим, Довженко и прочих кинематографистов, которые создали всю классику украинского кино, скажем так. Поэтому здесь огромный потенциал. Укрепляет потенциал и учебная база на одесской киностудии для режиссеров, сценаристов и актеров. И чуть-чуть ты все время опускаешь голову вот так, как будто тебе казняцкого. Это кардинал, понимаете? Вообще король. Сама презентация документальной ленты об Александре Довженко, которая была посвящена 120-летию рождения мастера, стала прологом для художественного полнометражного фильма о его одесском дебюте. Полный метр о Довженко планирует снимать в Южной Пальмире уже в 2015 году. Ольга Голодова, Наталья Смирнова, 7 канал. Ну а во время ночного дежурства по городу наша съемочная группа становилась свидетелями комичных ситуаций. Так нам удалось запечатлеть Деда Мороза, который, скорее всего, так и не смог добраться до детей. Но с важным видом подсказывал водителю, как соединить штанги троллейбуса с контактными проводами. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам и берегите себя. До встречи.